Во дворце спорта «Видное» прошел открытый кубок Ленинского городского округа по рукопашному бою среди юношей. На соревнования приехали спортсмены из Москвы и разных городов Подмосковья. В нашем муниципалитете этот вид спорта развивается уже не одно десятилетие. Во дворце спорта рукопашный бой проходит уже седьмой раз. И буквально скоро мы будем праздновать 15-летие соревнования рукопашного боя в Ленинском округе, так как он свое начало начинал еще в поселке Развилки. Ленинский округ представляли 50 ребят из трех клубов, основной из которых – десантник, воспитавший уже не одно поколение успешных спортсменов. Всего «Видное» приехало более 300 бойцов. Соревнования проводятся в личном зачете, но будут с розыгрышем, так скажем, командных мест. То есть спортсмены дерутся в личном зачете, каждый награждается за занятое место первое, второе, два третьих. И потом по общему количеству занятых мест присуждается командное место. Рукопашный бой отличается высокой динамикой и требует от спортсменов быстрой реакции во время поединков. Важна не только физическая составляющая, но и психологическая готовность участников схваток. Андрей Трифилов занимается этим видом спорта уже шестой год. Мне этот вид спорта нравится тем, что много всех разных возможностей. Руги, ноги, борьба. Все очень интересно. И тренировки у нас проходят. Мы сначала разминаемся, разогреваемся, потом отрабатываем броски, удары руками, ногами. Потом спаррингуемся. Судьи внимательно следили за ходом боев. А за юных рукопашников переживали их персональные болельщики, которых переполняли неподдельные эмоции. Это очень серьезное переживание для родителей. Это можно прямо с вечера начинать пить фольверьянку, потому что все это переживание на ковре, это невозможно наблюдать. Мы переживаем очень сильно, мы проносим все это через себя. По итогам соревнований все победители и призеры получили памятные дипломы и награды. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.